Осмотрели садовые участки. Сегодня полицейские искали в Ленгасово цветы, а точнее мак. В Кирве продолжается операция по выявлению запрещенных растений. Чем грозит выращивание мака в огороде, расскажем далее. Участковый Андрей Зинуров на дачу приезжает не для отдыха. Его задача здесь найти и уничтожить мак, а также предотвратить его появление. С маком полицейские борются давно, поэтому его практически нет в садах. Но Андрей Зинуров не теряет бдительность и регулярно выходит на осмотр. Здесь, в Ленгасово, на территории частного сектора, мак обнаружить ему удалось. Правда, только декоративный. Но по сути дела мы можем изъять данный мак и направить уже на экспертизу. Не мак, а цветы вот эти, да? Вот эти вот цветы. В декоративном маке, поясняют полицейские, запрещенные вещества не содержатся. Хозяева этих кустов даже не подозревали, что их цветник привлечет такое внимание. Мак, говорят, они посадили для красоты, но пообещали убрать. От участкового Зинурова они получили памятку о том, что грозит тем, у кого в огороде водится это растение. Конечно, проистания пока не вижу какого-либо мака, но перспективы тут есть. Почему? Потому что земля обрабатывается, ничего не посажено. К этому подозрительному участку Андрей Зинуров вернется через неделю. И если мак обнаружится, то хозяина могут оштрафовать от полутора до четырех тысяч рублей. Также возможен арест сроком до 15 суток, но только в том случае, если мак будет содержать наркотические вещества. Представление выносим на уничтожение мака, если непосредственно на садовом участке произрастает культивация мака. То есть прополка, обработка. Значит, данный мак мы уничтожаем и взимаем. Кроме этого участковый обратил внимание, бороться с маком могут и сами граждане. В случае обнаружения растения полицейские рекомендуют сообщить об этом анонимно по телефонам доверия Госнаркоконтроля управления МВД по городу Кирову или по телефону 02.